Декстер ин зе дарк. Декстер во мраке или Декстер без демона. Это третья книга цикла Джеффри Линсия о приключениях маньяка-убийцы джентльмена Декстера Моргана. События в жизни Декстера развиваются самым неожиданным образом. Еще недавно он и помыслить не мог о том, чтобы начать отношения с обычной девушкой, однако вот он уже почти женатый человек. Погруженный в бытовые заботы, Декстер не находит времени для своих невинных забав. Однако в его странном мерке, не знающем покоя, снова происходит что-то чрезвычайное. После одного из его ночных приключений, главной герой начинает преследовать чувство, будто за ним кто-то все время наблюдает. И что самое худшее, внезапно куда-то исчезает темный пассажир, верный советчик и постоянный спутник Декстера. Впервые Декстеру придется действовать, не опираясь на советы и предчувствуя своей темной сущности. В то же время новый соперник Декстера оказывается опаснее всех, кому ему ранее приходилось встречать. Каким-то образом он знает о Декстере все и свободно проникает в подсознание героя, вызывая у него эмоции, которых тот не привык испытывать, заставляет его совершать ошибки. Дело, которое расследует Дебра и Декстер на этот раз, очень странное. Находят сожженные тела девушек с отрезанными головами. Дебра надеется на безотказную интуицию брата, его подсказки, так часто выручавшие ее, однако тот и сам в растерянности. На месте преступления Декстер почувствовал какой-то отзвук из прошлого. Нечто заставило его, темного пассажира, исчезнуть. А без него он простой человек, причем не привыкший к обычной жизни. Происходящее связано с культом некоего древнего жестокого божества, Молоха, которому некогда финикийцы приносили человеческие жертвы. Этот бог особенно любил, когда ему приносили в жертвы детей. Культ Молоха, как узнает Декстера, никуда не исчез. До сих пор какая-то таинственная секта поклоняется ему в Майами. Однако эти убийства касаются и Декстера. Люди Молоха заинтересовались им самим. Чем закончится это противостояние, вы узнаете, прослушав аудиогнигу «Декстер во мраке». Джеффри Линдсей Декстер без демона Текст читает Сергей Уделов Глава первая Ну что это за луна? Не яркая сияющая луна счастливых расчленителей. Вовсе нет. Эта луна лишь блестит дешевой имитацией того, как должна сиять. Но это явно не то. В этой луне нет ветра, уносящего хищников. Через счастливое ночное небо в экстаз кроши и нарезай. Взамен эта луна застенчиво мерцает сквозь доскрипа чистое окно, освещая женщину, которая сидит вся такая бодрая и бойкая на краешке дивана и говорит о цветах, канапе и Париже. «Париж?» «Да», — отвечает она с простодушной лунной серьезностью, с такой приторно-сиропной интонацией. «Да, она говорит о Париже. Снова». Что это за луна? С почти бездыханной улыбкой и усмехающейся каймой на краях. Она робко мнется в окне, но не может вернуть из прошлого свои болезни на приятные трели. И неужели этот темный мститель в лечении бедного обалделого Декстера просто сидит в комнате, притворяясь, что слушает, пока лунный свет озаряет его кресло? Эта луна должна стать супружеским знаменем медового месяца, развернутого в общей спальне, сигналом для всех, что Декстер смертельно красивой ямочки на щеках женится. Прицеп фургона блаженства, ведомого прелестной Ритой, которая заявляет, что всю жизнь мечтала увидеть Париж. Женить бы с медовым месяцем в Париже. Неужели эти слова принадлежат тем же устам, что и все прочие фразы нашего фантома Фленсера? Примечание. Фантом Фленсер – демонический персонаж ролевых игр. Неужели мы увидим здравомыслящего, улыбчивого расчленителя у алтаря настоящей церкви, в галстуке от Фреда Растера, надевающего кольцо на обернутый в белый палец, пока аудитория всхлипывает и лучится от счастья. А потом – демона Декстера в туристических шортах, глазеющего на Ифлеву башню и попивающего в кафе Олайт у Триумфальной арки, прогуливающегося вдоль сены за ручки, внимательно рассматривающего каждую олиповатую безделушку в лувре. Конечно, я мог бы совершить паломничество в Руэ-Морг, священное место серийных расчленителей, но давайте побудем хоть на секунду серьезными. Декстер в Париже. Для начала, американцам все еще позволяет ездить во Францию? В конце концов, Декстер в Париже? В медовый месяц? Как может убежденный полуночник Декстер согласиться с чем-нибудь столь ординарным? Как может некто, считающий секс не более интересным, чем бухгалтерский отчет, желать вступить в брак? Вкратце, что все это значит для такого нечестивого, мрачного и смертоносного человека, как Декстер? Замечательные вопросы. И все такие разумные. И воистину на них тяжело ответить даже самому себе. Но вот он я, подвергаясь китайской водной пытке ритинных ожиданий и гадаю, как Декстеру со всем этим справиться. Ну хорошо. Декстер сможет пройти через это, потому что должен, в частности, поддерживать и совершенствовать свою маскировку, которая мешает всему миру увидеть, кто я есть на самом деле, благодаря которой люди действительно хотели бы сидеть со мной за одним столом, когда погаснет свет, особенно если на столе настоящее столовое серебро. И вполне естественно, требуется немало осторожной работы, чтобы убедиться, что никто не знает о том, что Декстеров темный пассажир шелковым голосочком нашептывает с темного заднего сиденья и время от времени пересаживается на место водителя, чтобы принять руль и увезти нас в парк немыслимых развлечений. Овцы никогда не должны понять, что Декстер – волк в овечьей шкуре. Итак, мы с пассажиром трудимся, не покладая рук, ради нашей маскировки. В течение нескольких предыдущих лет мы имели ходящего на свидание Декстера, разработанного, чтобы демонстрировать миру бодрое и абсолютно нормальное лицо. Эта милая легенда включала Риту в качестве моей девушки. И все было почти идеально, пока она была столь же не заинтересована в сексе, как и я, и хотела компании понимающего джентльмена. Декстер действительно понимает. Не людей, а романтику, любовь и прочий хлам. Нет. Декстер понимает смертельную усмешку со дна, когда среди столь многих кандидатов в Майами находится заслуживший последнее темное избрание скромный Декстеров зал трофеев. Это совершенно не гарантирует, что Декстер – очаровательный компаньон. Мое обаяние – абсолютно искусственный продукт от личных лабораторных навыков, отточенный годами тренировок. Но, увы, увы, бедная Рита – жертва неудачного и жестокого первого брака. Она не способна отличить маргарин от масла. Все хорошо и замечательно. Два года Декстер и Рита оставляли блестящий след социальной жизни Майами, всеми замеченные, всех восхитившие. Но затем, в результате ряда совпадений, которые могли бы сделать осведомленного наблюдателя скептичным, Декстер и Рита случайно оказались помолвлены. И чем дольше я думал о том, как вывести себя из этой нелепой ситуации, тем больше понимал, что это логичный следующий шаг в эволюции моей маскировки. Женатый Декстер, Декстер аж с двумя детьми, несомненно, намного более далекий образ от пеня настоящего. Квантовый скачок вперед на новый уровень изображения человека. А еще есть двое детей. Может показаться странным, что тот, чья единственная страсть вивисекция людей, может действительно наслаждаться общением с детьми Риты. Но это правда. Я наслаждаюсь. Конечно, я не могу сентиментально прослезиться при мысли о выпавшем зубе, поскольку это потребовало бы от меня способности чувствовать, а я достаточно счастлив без подобной мутации. Но в целом я нахожу детей намного более интересными, чем взрослых. Я становлюсь особенно раздражительным с теми, кто пытается им навредить. Фактически я ищу их. И когда я обнаруживаю таких хищников, и обретаю абсолютную уверенность, что они действительно сделали то, что сделали, я нейтрализую их, не дрогнувши рукой и с незапятнанной совестью. Тот факт, что Рита имела двоих детей от ее провального первого брака, совсем меня не отталкивал. Особенно, когда стало очевидно, что они нуждаются в особом родительском наставлении Декстера, чтобы привязать своих собственных темных пассажиров на безопасном, уютном темном заднем сиденье, пока не научатся рулить самостоятельно. Возможно, в результате эмоционального и особенно физического ущерба, нанесенного Коди и Астр их биологическим отцом-наркоманом, они, подобно мне, тоже свернули на темную сторону. А теперь они станут моими детьми не только юридически, но и духовно. Этого оказалось почти достаточно, чтобы заставить меня почувствовать некую цель в жизни. Итак, у Декстера было несколько хороших причин, чтобы вытерпеть все это. Но Париж... Я не знаю, откуда произошла идея о том, что Париж романтичен. Помимо французов, неужели кто-то еще считает аккордеон Лоуренса Уэлка сексуальным? Неужели не ясно, что они нас не любят? К тому же, они ведь настаивают, чтобы говорили по-французски? Возможно, Рите промыли мозги старые фильмы, что-нибудь про задорную блондинку и романтичного брюнета с модерновой музыкой на фоне того, как они преследуют друг друга вокруг Эйфелевой башни и смеются над причудливой враждебностью грязного, курящего галуаз, человека в берете. Или она однажды услышала запись Жака Брэля и решила, что она запала ей в душу? Кто знает. Но каким-то образом Рита намертво зажата в стальном капкане своего убеждения, что Париж – мировая столица романтики, и эта мысль не покинет ее безосновательной хирургии. Вот так, посреди бесконечной дискуссии о цыпленке против рыбы и вине против пива, возник цикл мономаниакальных монологов о Париже. Несомненно, мы могли бы позволить себе целую неделю, чтобы увидеть Жордин Дест-Юлери и Лувр, и, возможно, что-то из Мольера в комедии Францея. Должен пообладировать глубине ее познаний. Лично я полностью потерял интерес к Парижу давным-давно, как только узнал, что он находится во Франции. К счастью для нас, я был спасен от необходимости искать деликатный способ сообщить ей об этом, когда в комнату просочились Коди и Астр. Они не врываются в комнату с веселым шумом, как большинство детей семи и десяти лет. Как я говорил, они отчасти были повреждены своим старым добрым биологическим папой – наркоманом. И одно из последствий этого – вы никогда не увидите, как они приходят и уходят. Они просачиваются в помещение из-под воль. Только что их не было в поле зрения, а в следующий момент они просто тихо стоят рядом с вами, ожидая, пока на них обратят внимание. «Мы хотим поиграть в прятки», – сказал Астр. Она была говорящей персоной в паре. Коди никогда не произносил больше четырех слов в течение дня. Он был отнюдь не глупым, ничего подобного. Он просто предпочитал молчать большую часть времени. Сейчас он просто посмотрел на меня и кивнул. «О-о-о», – сказала Рита, прервав свои мечты о земле Роси, Кандида и Джерри Льюиса. «Хорошо, почему бы и нет?» «Мы хотим поиграть с Декстером», – добавила Астр. И Коди очень громко кивнул. Рита нахмурилась. «Кажется, мы должны были поговорить об этом раньше. Но ты не думаешь, что Коди и Астр, то есть, что они должны начать называть тебя как-то иначе? Я не знаю. Не просто Декстер. Как это? Как насчет Омон Папер?» – спросил я. «Или Масье Лекомт?» «Как насчет не дождетесь?» – пробормотал Астр. «Мне просто кажется», – сказала Рита. «Декстер подходит», – сказал я. «Они так привыкли». «Это звучит непочтительно», – возразила она. Я посмотрел вниз на Астр. «Покажи своей матери, как ты умеешь говорить Декстер с уважением». Она закатила глаза. «Пожалуйста». Я улыбнулся Рите. «Видишь?» «Ей десять». Она ничего не может сказать с уважением. «Ну да, но…» – сказала Рита. «Все в порядке». «Они в порядке», – сказал я. «Но Париж…» «Пойдем наружу», – произнес Коди. И я удивленно на него посмотрел. Целых два слова. Для него это практически речь. «Хорошо», – ответила Рита. «Если ты действительно думаешь…» «Я почти никогда не думаю», – сказал я. «Оно само приходит в процессе». «Бессмыслица какая-то», – сказал Астр. «Это и не должно иметь смысла». «Это истинно», – ответил я. Коди потряс головой и сказал. «Прятки». И чтобы не прерывать пик его разговорчивости, я просто последовал за ним во двор. Глава вторая Конечно, и до появления великих планов Риты жизнь не была сплошной клубникой со сливками. Приходилось и потрудиться. А поскольку Декстер весьма добросовестен, я трудился. Я потратил предыдущие две недели, накладывая последние мазки на свой новый холст. Молодой джентльмен, вдохновивший меня, унаследовал много денег и, очевидно, использовал для своих гадких смертоносных шалостей, что и меня заставило захотеть стать богатым. Его звали Александр МакКоули, но он представлялся как Зандер. На мой вкус, слегка по-детски, но, возможно, на это и был расчет. Он был типичным хиппи-страстовым фондом. Тем, кто никогда не занимался настоящей работой, полностью посвятив себя беззаботным развлечениям того типа, что заставило бы мое пустое сердце забиться сильнее, если бы только Зандер проявил чуть больше вкуса при выборе своих жертв. Деньги семья МакКоули извлекала из обширных стад скота, бесконечных цитрусовых рощ и сбрасывания в хосфатов озера Качёве. Зандер частенько появлялся в бедных районах города, чтобы облагодетельствовать городских бездомных и нескольких везунчиков. Он, по слухам, прочтенный мной в слезогонной газетной статье, отвез на семейное ранчо и обеспечил работой. Конечно, Декстер всегда аплодирует духу милосердия. Но обычно я использую его, поскольку это почти всегда предупреждающий знак того, что под маской матери Терезы спрятано что-то гнусное, жестокое и забавное. Не то, чтобы я когда-либо сомневался, что где-то в глубинах человеческого сердца действительно живет дух доброты и заботливого милосердия, смешанный с любовью к людям. Разумеется, живет. И хочу сказать, что уверен, он должен быть где-то там. Я просто никогда его не видел. И поскольку мне недостает как человечности, так и настоящего сердца, я вынужден положиться на опыт, который говорит мне, что благотворительность начинается дома и почти всегда заканчивается у порога. Так вот, когда я вижу, как молодой, богатый, красивый и кажущийся нормальным молодой человек растращивает свои ресурсы в гадкой клоаке, мне трудно принять его альтруизм по минимальной стоимости, как бы мило он ни выглядел. В конце концов, я и сам неплохо притворяюсь невинным очаровашкой. А мы знаем, каков я на самом деле, не так ли? К счастью для моего мировоззрения, Зандер не отличался от других, просто был очень богатым. И унаследованные им деньги сделали его слегка небрежным, поскольку в обнаруженных мной аккуратных налоговых записях семейная раньше счастлива с пустым и заброшенным. Куда бы он ни отвозил своих дорогих грязных друзей, но явно не к счастливой здоровой жизни в трудах на благо страны. Что еще лучше для моей цели, куда бы они ни отправлялись со своим новым другом Зандером, они пошли туда босиком, поскольку в его чудесном, облицованном кораллами доме, в особой комнате, запертой на несколько очень хитрых и дорогих замков, взлом которых занял у меня почти пять минут, Зандер сохранил кое-какие сувениры. Глупый риск для чудовища. Отлично знаю, поскольку и сам этим грешу. Но если следователь трудоголик и наткнется когда-нибудь на мою коробочку с воспоминаниями, он найдет всего лишь некие стеклышки с единственной каплей крови на каждой и ничего намекающего на их зловещий смысл. Зандер не был таким умным. Он сохранил башмаки каждой из своих жертв и рассчитывал, что много денег и запертая дверь сохранят его секрет. Но хорошо. Неудивительно, что чудовище имеет такую плохую репутацию. Это было бы просто слишком наивно, чтобы сказать вслух. И... Обувь. Серьезно. Ради всего не святого. Обувь. Я пытаюсь быть понимающим и терпимым к слабостям других. Но это слегка чересчур. Что может быть привлекательным в потной, заляпанной слизи у 20-летней кроссовки? Да еще оставлять их так открыто. Это почти оскорбительно. Конечно, Зандер, видимо, думал, что если его когда-нибудь поймают, он сможет купить себе наилучшую юридическую помощь в мире, благодаря которой он, несомненно, отделается всего лишь общественными работами. Слегка иронично, учитывая, с чего он начал. Но одну вещь он не учел. Вместо полиции его поймал Декстер. И его дело будет рассмотрено в суде темного пассажира, в котором нет адвокатов. Хотя я, несомненно, надеюсь, что поймаю одного когда-нибудь, как всегда, с абсолютно окончательным приговором. Но была ли обувь достаточным доказательством? Я не сомневался в вине Зандера. Даже если бы темный пассажир не распевал Арии все время, что я смотрел на ботинки, я отлично понял значение этой коллекции. Предоставленную самому себе, Зандер соберет намного больше обуви. Я был уверен, что он плохой человек. И хотел бы провести с ним дискуссию в лунном свете. И оставить ему некоторые комментарии. Но по кодексу Гарри я должен быть абсолютно уверен. Я всегда следовал правилам осторожности, сформулированным Гарри, моим приемным отцом полицейским, который учил меня, как быть таким, как я, скромно и аккуратно. Он научил меня оставлять место преступления чистым так, как мог только полицейский. И он приучил меня использовать один и тот же тип исследований при выборе партнера на танец. Если бы возникло хоть какое-то сомнение, я бы не смог позвать Зандра поиграть. И что теперь? Ни один суд в мире не осудит Зандра за что-либо, кроме антисанитарного фетишизма, базируясь на его выставке обуви. Но ни один суд в мире не имеет экспертного заключения от темного пассажира, чьи мягкий, настойчивый внутренний голос требовал действий и никогда не ошибался. Сложно оставаться спокойным и беспристрастным с этим шипением в моем внутреннем ухе. Я хотел пригласить Зандра на последний танец не меньше, чем хотел сделать следующий вдох. Я хотел. Я был уверен. Но я знал, что сказал бы Гарри. И этого недостаточно. Он учил меня, что для пущей уверенности хорошо бы увидеть тела, но Зандру удалось спрятать их достаточно хорошо, чтобы помешать мне их обнаружить. А без тел никакое желание не сделает это правильным. Я вернулся к своему исследованию, чтобы найти, где он мог припрятать короткую дорожку промаринованных трупов. Его дом отпадал. Я был там и не нашел даже намека на что-нибудь, кроме обувного музея. А темный пассажир обычно весьма хорош в внюхенной коллекции трупов. Кроме того, в доме не было места для них. Подвалов во Флориде не строят. И он не мог копаться во дворе или незамеченным вывезти тела в этом районе. Короткая консультация с пассажиром убедила меня, что тот, кто раскладывает свои сувениры на ореховых полках, несомненно, должен аккуратно избавиться от останков. Раньше было отличной возможностью, но короткая поездка на место не обнаружила никаких следов. Оно явно было давно покинуто. Даже проезд зарос. Я копнул глубже. Зандр владел кондоминимумом у Мауи, но он был слишком далеко. У него было несколько акров в Северной Каролине. Возможно. Но мысль о 12-часовой поездке с трупом в багажнике сделала эту идею непривлекательной. Он владел акциями компании, которая пыталась освоить Тура Ки, небольшой островок к югу от мыса Флориды. Но корпоративное место отпадало. Слишком много людей могло бродить внутри вокруг него. В любом случае я вспомнил попытку высадиться на Тура Ки, когда я был моложе, и вооруженную охрану, отправляющую незваных гостей прочь. И это должно быть где-то еще. Единственной вещью, подходящей среди множества портфелей и фондов, была яхта Зандра. 45-футовая сигарета. Я знал из своего опыта с предшествующим чудовищем, что лодка дает замечательные возможности избавиться от останков. Просто прикрепите к телу груз, перебросьте его через поручни и помахайте вслед волне. Опрятно, чисто, аккуратно. Ни суеты, ни сплетен, ни улик. А также ничего, что послужило бы доказательством для меня. Зандр держал свою лодку на самой привилегированной частной пристани в Канад Гроув в яхт-клубе Роял Бэй. Их охрана была хороша. Слишком хороша, чтобы Декстер смог проникнуть туда с улыбкой и связкой отмычек. Это была пристань с полным комплектом услуг для смертельно богатых. Место, где чистят и полируют ваши борта, едва вы приведете лодку в гавань. Вам даже не нужно самому заправлять яхту топливом. Просто позвоните заранее, и все будет готово. Вплоть до охлажденного шампанского в рубке. И вооруженная охрана, счастливо улыбаясь, днем и ночью патрулировала территорию, тренируясь в стрельбе на каждом, кто пытался перелезть через ограду. Яхта была недоступна. Я, как и темный пассажир, что даже более важно, был практически уверен, что Зандра использовала ее, чтобы избавляться от тел. Но я не видел способа доказать это, и это раздражало. Даже расстраивало. Представлять Зандра с его последним трофеем. Вероятно, аккуратно упакован в позолоченный переносной холодильник, бодро названивающего в док и требующего заправить яхту топливом, и затем беззаботно фланирующим по пристани, пока два хрюкающих грузчика занесут ящик на борт и почтительно поклонятся на прощание. Но я не мог попасть на яхту и доказать это. Без этого последнего доказательства Кодекс Гарри не позволит мне приступить к процедуре. Что же мне остается? Я мог бы попытаться застать Зандра на место преступления в следующий раз. Но я не мог определить, когда это произойдет. И не мог наблюдать за ним все время. Я должен был время от времени появляться на работе, совершать символические появления дома и проходить сквозь все мыторство поддерживания видимости нормальной жизни. Так что в одной из следующих недель или около того, если образец подойдет, Зандр позвонит старшему подоку и закажет подготовить ему яхту. И старший подок, являясь эффективным служащим клуба для богатеев, должен будет отметить, что в точности он делал с яхты и когда, сколько топлива он залил, какой погрузил в сорт шампанского и сколько виндекса он использовал на протирку ветрового стекла. Он должен записать все это в файле под именем MacAule и сохранить на своем компьютере. И вдруг мы снова в мире Декстера. И уверенно насвистывающий пассажир торопит меня к клавиатуре. Декстер скромен даже чересчур и, несомненно, осведомлен об ограниченности своего таланта сыщика. Но если и существовал предел того, что я мог обнаружить при помощи компьютера, я его пока не достиг. Я откинулся на спинку стула и приступил к работе. На то, чтобы взломать компьютеры клуба и найти записи, у меня ушло меньше получаса. Разумеется, все услуги тщательно записывались. Я проверил записи в дни собраний Совета любимой благотворительной организации Зандра – Всемирной миссии Божественного Света, находящейся на окраине Либерти-Сити. 14 февраля Совет пришел в восторг от заявления, что Винтон Аллен должен переместиться из притона разврата под названием Майами на ранчо Зандра, чтобы реабилитироваться честным трудом. А на 15 февраля Зандра отправился на лодочную прогулку и истратил 35 галлонов топлива. 11 марта Тайрону Миксу было обещано аналогичное счастье. 12 марта Зандра катался на яхте. Так и шло. Всякий раз, как Ники, счастливый бездомный, был избран для счастливой деревенской жизни, через 24 часа Зандр заказывал обслуживание своей яхты. Это не осмотр тел, но кодекс Гарри был создан, чтобы оперировать трещинных систем в теневой области идеальной справедливости, а не идеального закона. Я был уверен, пассажир был уверен, и этого было достаточно, чтобы удовлетворить всех нас. Зандр отправится в новый круиз в лунном свете, и все его деньги не удержат его на плаву. Глава 3 Итак, в одной из тех ночей, когда Луна испускает аккорды маньячной мелодии для своих счастливых кровожадных детей, я напевал, готовясь выйти поязвиться. Работа закончена, пришло время Декстеру поиграть. Собрать мои игрушки и направиться к двери для моего свидания с богатеньким плохишом должно было занять не более минуты. Но, разумеется, в тенетах брака ничто больше не было простым. Я даже начал думать, будет ли вообще что-либо снова простым. Разумеется, я построил отличный, почти непроницаемый фасад из сияющей антисептической стали и стекла, покрывающей наружные стены ужасного готического замка Декстера. Так что я очень хотел помочь уходящему в отставку старому Декстеру и, следовательно, находился в процессе объединения наших жизней, как это называла Рита. В данном случае это означало переезд из моего комфортабельного закоулка на краю Коконат-Гроув в трехспальный, обращенный к югу, дом Риты, что было весьма ощутимым шагом. Конечно, помимо ощутимости, это также означало неудобство для монстра. В новом режиме я при всем желании не мог сохранить хотя бы немного приватности. А желание такое, естественно, возникало. Каждый последовательный, ответственный людоед имеет свои секреты. И были вещи, которые я не хотел видеть при свете дня в руках кого-то другого. Например, некие исследования по потенциальным партнерам, а также очень дорогой мне деревянный ящичек с сорока одним стеклышком с каплей засохшей крови в центре. Каждая капля представляла собой одну, менее чем человеческую жизнь, которая закончилась от моей руки, полный набор воспоминаний о моей тайной жизни. Я не оставляю после себя валяться большие кучи разлагающейся плоти. Я небеспечный, неряшливый, безумно кромсающий монстр. Я чрезвычайно аккуратный, безумно кромсающий монстр. Я всегда очень осторожно избавляюсь от останков. И даже самому жестокому, неумолимому противнику, заподозрившему во мне гадкое чудовище, которым я и являюсь, придется тяжко потрудиться, чтобы выяснить, чем на самом деле являются мои препараты. И все же объяснения могли вызвать вопросы, которые могли бы в конечном счете оказаться неудобными даже из уст преданной жены. А тем более от жутковатой немезиды, страстно мечтающей о моем уничтожении. Был один такой недавно, полицейский по имени сержант Доукс. И хотя он технически все еще жив, я думаю о нем в прошедшем времени, поскольку последние заключения стоили ему рук, ног и языка. Он определенно был не в той форме, чтобы обрушить на меня заслуженную справедливость. Но я достаточно осведомлен, чтобы понимать, где появился один подобный ему, там рано или поздно появится и другой. Итак, секретность была важна. Не то, чтобы я когда-либо беспокоился о том, что кто-то может влезть в мои личные дела. Насколько я знал, никто никогда не видел мой ящик с препаратами. Но я никогда раньше не имел ни наводящий для меня порядок невесты, ни двоих очень любопытных детей, шныряющих около моих вещей, чтобы научиться быть похожим на темного папочку Декстера. Рита, кажется, поняла мою потребность в личном пространстве, если не ее причины, и пожертвовала мне свою комнату для шитья, превратив ее в нечто, что она называла кабинет Декстера. В конечном итоге здесь поместится мой компьютер, несколько моих книг и компакт-дисков, и, полагаю, мой палисандровый ящик с образцами. Но как я могу оставить его здесь? Я достаточно легко смог бы объяснить это Коди и Астер. Но что сказать Рите? Попытаться спрятать? Построить тайный ход за фальшивым книжным шкафом с винтовой лестницей, спускающейся в мою темную берлогу? Или положить ящичек на дно фальшивой упаковки крема для бритья? Это была проблема. Пока что я уклонялся от необходимости найти решение, оставив за собой свою квартиру. Я все же хранил в своем кабинете несколько простых вещей. Например, нож со скругленным лезвием и клейкую ленту, которые легко объяснялись моей любовью к рыболовству и свежим воздуху. Решение придет позже. Прямо сейчас я чувствовал ледяные прикосновения пальцев, щекочущих мой позвоночник и срочную необходимость не опоздать на встречу с испорченным молодым человеком. Итак, я направлялся в свой кабинет за спортивной сумкой из темно-синего нейлона, которую я держал для формальных случаев, чтобы положить нож и ленту. Я вытащил ее из шкафа, острый привкус ожидания струился на моем языке и положил мои игрушки для вечеринки. Новый ролик клейкой ленты, нож, перчатки, мою шелковую маску и моток нейлоновой веревки для аварийной ситуации. Полный набор. Я прямо чувствовал блеск стального возбуждения в своих венах, жестокую музыку, поднимающуюся в моем внутреннем слухе, поторапливающий меня рев пассажирского пульса. Я повернул к выходу и встретил пару торжественных детей, пристально ожидающих, смотрящих на меня. «Он хочет пойти», сказал Астр, и Коди кивнул, смотря на меня большими, не мигающими глазами. Я честно верю, что те, кто меня знает, думают, что у меня бойкий язык и быстрый разум. Но когда я мысленно повторил то, что сказала Астр и попытался понять, не могло ли это означать нечто другое, я мог издать лишь весьма человеческое. «Он хочет пойти куда?» «С тобой», продолжил Астр терпеливо, словно говоря, сумственно отсталый дворничник. «Коди хочет пойти с тобой сегодня вечером». В ретроспективе легко виделось, что эта проблема возникла бы рано или поздно. И чтобы быть вполне честным с собой, что, по-моему, очень важно, я этого ожидал. Но позже, не сейчас, не на грани моей ночи. Никогда каждый волосок на моей шее вздыбился и чистая необоримая потребность понуждает меня скользнуть в ночь холодной ярости и нержавеющей стали. Ситуация определенно требовала серьезных размышлений. И хотя все мои нервы кричали, чтобы я выскочил в окно и растворился в ночи, дети стояли передо мной. Так что я сделал глубокий вдох и подумал о них. Острая, блескучая жестянка души Декстера Мстителя выросла из детской травмы, столь сильной, что я полностью заблокировал воспоминания о ней. Это сделало меня таким, как я есть. Я наверняка несчастно захлюпал бы, если бы сохранил способность чувствовать. И эти двое, Коди Астр, также покрывались шрамами от побоев отца-наркомана до тех пор, пока навсегда не отвернулись от солнечного света и легенцов. Как сказал мой мудрый приемный отец, воспитывая меня, это не обратить вспять, как не положить змею обратно в яйцо. Но это можно направить. Гарри направлял меня, сформировал меня во что-то, что охотится только на других хищников тьмы, других чудовища вампиров в человеческой коже, рыщащих по городу в поисках развлечений. Я необоримую необходимость убивать, но Гарри научил меня, как находить и избавляться только от тех, кто по его строгим полицейским стандартам действительно этого заслужил. Когда я обнаружил, что Коди такой же, я обещал себе, что продолжу путь Гарри, пройдя который, я научу мальчика, выращу его в правоте тьмы. Но это была целая галактика осложнений объяснений уроков. У Гарри ушло почти десять лет, чтобы втиснуть меня все это, прежде чем он позволил мне поиграть с чем-нибудь более сложным, чем домашнее животное. С Коди я еще даже не начал, и хотя это заставляло чувствовать себя мастером-джедаем, я был не готов начинать сейчас. Я знал, что Коди должен когда-нибудь согласиться стать таким, как я, и действительно хотел помочь ему, но не сегодня вечером. Неприлу не так весело зовущий просто выскочить в окно и толкающийся во мне, как мягкий желтый локомотив, прицепившийся к моему мозгу. Я не... Я начал говорить, собираюсь все отрицать, но они смотрели на меня с таким милым сердцем выражением холодной уверенности, что я остановился. Нет, ответил я наконец. Он еще слишком молод. они обменялись быстрым взглядом. Не более, но в нем был целый разговор. Я говорил ему, что ты так ответишь, сказал Астр. Ты была права. Но Декстер, сказала она, ты обещал, что все нам покажешь. Покажу, ответил я, ощущая, как темные пальцы медленно движутся по моему позвоночнику в поисках способа направить меня к двери. Но не сегодня. А когда требовательно спросил Астр. Я посмотрел на них и почувствовал страннейшую комбинацию одновременно дикого нетерпения выйти и желание завернуть их в мягкое одеяло и убить все, что окажется около них. И грызущее на краю сознание, просто, чтобы довержить смесь, желание разбить их маленькие толстые головки друг от друга. Неужели это проснулись отцовские чувства? Все мое тело пощипывало холодным огнем необходимости пойти и начать непроизносимое. Но вместо этого я сделал еще один глубокий вдох и изобразил нейтральное лицо. Завтра в школу сказал я, и вам уже пора быть в постели. Они посмотрели на меня так, будто я их предал. И кажется, я сделал это, применив правила и изобразив папочку Декстера, когда они думали, что говорят с все же это было достаточно правдиво. Никто не может взять малолетних детей с собой на полуночное потрошение и ожидать, что они вспомнят алфавит на следующий день. Даже мне было достаточно тяжело появляться на работе утром после одной из моих ночей. А у меня было преимущество пить кубинский кофе в неограниченном количестве. Кроме того, они действительно были еще слишком молоды. «Ты теперь как обычный взрослый, с уедающего смешкой десятилетки». «Но я взрослый», сказал я. «Я пытаюсь сделать как лучше для вас». Хотя ей произнес это, скрипя зубами в борьбе с нарастающей потребностью, я осознавал, нужно сделать что-нибудь, чтобы смягчить идентичные взгляды мрачного неуважения, полученные мной от обоих. «Мы думали ты другой», сказала она. «Представить себе не могу, как я могу быть более другим и все еще выглядеть человеком». «Нечестно», заявил Коди, и я остановил взгляд, на нем наблюдая, как крошечное темное чудовище поднимает голову и ревет на меня. «Да, это нечестно», подтвердил я. «Жизнь несправедлива. честно, это грязное слово, и я буду благодарен вам, если вы не будете использовать его рядом со мной». Коди минуту тяжело смотрел на меня взглядом разочаровавшегося в расчетах. Я никогда не видел его таким прежде и не знал, хочется ли мне шлепнуть его или дать ему печенье. «Нечестно», повторил он. «Слушайте», сказал я, «Это то, в чем я понимаю. И вот вам первый урок. Нормальные дети перед школой ложатся спать вовремя». «Это нормальные», молвил он, втянув нижнюю губу достаточно далеко, чтобы вместить его учебники. «В точку», сообщил ему я. «Вот почему вы всегда должны выглядеть нормально, поступать нормально, заставить всех считать вас нормальными». «И еще, вы должны поступать в точности, как я вам говорю, или я вас учу». Он не выглядел полностью убежденным, но уже слабел. «Коди», сказал я, «поверь мне, ты должен делать это, по-моему». «Должен», повторил он. «Да», сказал я, «должен». Он смотрел на меня еще один долгий момент, затем перевел пристальный взгляд на оглянувшуюся к нему сестру. Это было чудо беззвучной связи. Я мог бы поклясться, что у них произошел долгий и очень сложный разговор, но они не издали ни звука, пока Астр не пожала плечами и повернулась ко мне. «Ты должен обещать», сказала она. «Хорошо», сказал я, «обещать что?» «Что ты начнешь учить нас», сказала она и Кодик гивнул. «Скоро». Я перевел дыхание. У меня прежде не было никаких шансов попасть в весьма гипотетический, как я считал, рай. Но пройти через это, согласиться превратить этих начинающих маленьких монстриков в опрятных, отлично обученных маленьких монстров, ну, остается только надеяться, что я был прав в части гипотетичности. «Обещаю», сказал я. Они посмотрели друг на друга, на меня и ушли. А я остался с полной игрушек-сумкой, давлением обязательств и отчасти съежившимся желанием поспешить. Неужели семейная жизнь такова для всех? Если да, как они справляются? Зачем вообще люди заводят более одного ребенка в конце концов? Только что передо мной стояла важная и переполняющая меня цель. И вдруг я потерял концентрацию, словно какая-то мамаша на футболе. Почти забыл, о чем думал всего минуту назад. Даже с нетерпеливым рычанием темного пассажира, удивительно приглушенного, как будто даже немного растерянного, у меня ушло несколько минут на то, чтобы снова переключиться с обалделого папочки Декстера Хладнокровному Мстителю. Я обнаружил, что мне трудно вернуться к ледяной грани готовности к опасности. Фактически, я с трудом вспомнил, где оставил ключи от автомобиля. Наконец, я их обнаружил, спотыкаясь, вышел из своего кабинета и, пробормотав немного сердечной чепухи Рити, окунулся наконец в свободу ночи. Если вас заинтересовала данная аудиокнига, вы можете скачать ее целиком, перейдя по ссылке внизу. Продолжение следует...